Добрый день, уважаемые коллеги! Меня видно, слышно? Добрый день! Начинаем мы с одной из, наверное, животрепещущих тем, которые у нас на основной повестке дня. Это выпускники 9-11 классов. Понятно, что в это трудное время, которое мы с вами сейчас работаем, когда всеобщее обучение у нас перешло в дистанционный режим работы, с классами, которые не выходят в этом году на рубеж окончания основной и старшей школы. Те учащиеся, которые не сдают в этом году выпускные экзамены. С этими и основная наша задача с ними, это качественно и своевременно пройти программу, которая заявлена школой. Но для этих классов у нас есть хотя бы возможность на следующий год, скорректировав свои рабочие программы, скорректировав образовательные программы, ликвидировать или компенсировать те дефициты, которые образовались на окончании этого года. То с 9-ми и 11-ми классами, с теми учащимся, которые в этом году выходят на государственную итоговую дистанцию, у нас этой возможности нет. И вот эти полтора месяца, которые нам осталось работать до экзамена, до окончания учебного года, максимально мы должны дать детям то, чтобы они... И с ними организовать работу так, чтобы они смогли достойно, хорошо сдать свой экзамен. Потому что 11-й класс у нас вообще выпускается в жизнь. Поэтому этот час, который мы с вами работаем, мы рассмотрим вот эти основные вопросы. То есть как может быть организованное итоговое повторение, подготовка учащихся в дистанционной форме. То есть на какие платформы стоит обращать внимание. И самое главное, как организовать живое общение с учениками. Потому что не секрет, что наши ученики, большинство из них не приспособлено к самостоятельному обучению. Они не умеют самостоятельно организовать свою учебную деятельность, когда нет рядом учителя. Как тогда? И понятно, что как бы мы ни хотели, но мы должны установить диалог с детьми. Дети должны видеть своего учителя. И начнем, наверное, наш сегодняшний час общения. Мы вот как раз с вопросом, как может быть организовано живое общение с учениками. И поделиться с нами своим опытом, как работает с учениками. Алия Викторовна Прилепова. Это преподаватель, педагог дополнительного образования, медиа-мастерская. Алия Викторовна у нас подключилась. И она как раз на своем примере покажет, расскажет о тех платформах, которые, в принципе, находятся в бесплатном доступе. Те платформы, где может и разговаривать с учениками, и проводить видео-чаты, видео-уроки. Проверять с работой учеников. Понятно, что со многими платформами вы уже знакомы. Понятно, что за эти две недели самостоятельно многому научились. Но обмен опытом он никогда не бывает. Что-то у нас небольшая проблема. И какие еще мы вопросы, которые я говорила, рассмотрим. Так, Алия Викторовна у нас выходит. Ну, понятно, что нагрузка на интернет. Все мы работаем дистанционно. Нагрузка на интернет у нас колоссальная. Не всегда срабатывает дистанционно. Сразу пока у нас идет подключение, хотела бы сказать, проанонсировать такую новость последнюю. Понятно, что вы работаете в постоянном цепноте, чтобы организовать такую более продуктивную подготовку вам. Мы на сетевом сообществе, на сайте дистанционного обучения Красноярья, на сетевом сообществе учителей математики. Мы организуем методический четверг. Что это такое? То есть, каждый четверг в определенное время мы будем выходить с вами на связь. Мы будем и освещать те вопросы, которые вам необходимы. То есть, вопросы, может быть, по решению каких-то заданий, может быть, вопросы по организации, может быть, вопросы по как лучше детям объяснить то или иное задание. Поэтому на сетевом сообществе, либо в горячей линии, либо сегодня мы создадим новый форум «Вопросы подготовки ГИА». И туда неделю вы можете отправлять вопросы. Какие мы сможем ответить письменно, будем отвечать на эти вопросы письменно. Если нужна видеосвязь, видеопоказ, решение, объяснение, значит, каждый четверг мы будем выходить на связь и рассказывать в онлайн-режим. Так, Алла Викторовна. Меня слышно или не слышно? Так, Алла Викторовна, не слышно. А, Попробуйте ее. Значит, в четверг. Ага. Пока подключается. Алло, алло. Коллеги. Значит, у меня слышно или не слышно, коллеги? Светлана Владимировна, у меня слышно или нет? Коллеги. Слышите, да, меня? Здравствуйте, коллеги. Я надеюсь, что меня, по крайней мере, хоть немного слышно. Спасибо огромное. Я переживаю, что просто, видимо, не выдерживают нагрузки даже вебинар ТВ, потому что сейчас все ресурсы у нас падают. Постараюсь объяснять все голосом. Буду спрашивать вас насчет того, слышите вы меня или нет. Я преподаватель математики, преподаю в МВДО медиамастерская. Может быть, вы ее знаете, как Твори гора. И мы в первую же неделю, 16 марта, начали переводить все наши активности в онлайн-режим. В том числе у нас есть режим подготовки к Геоаге у 10, 9 и 11 класса. И мы испробовали 8 образовательных платформ, которые для дистанционного обучения. Среди них были и такие известные вам, как платформа Zoom, Skype, ВКонтакте, Instagram, Google Hangouts. Подробнее я об этом рассказывала в сетевом сообществе на горячей линии. Сделала специальный пост про то, какие платформы мы использовали. Задача сегодняшнего занятия мне вам рассказать про то, как мы используем геймерскую платформу Discord, которую нам посоветовали сами ученики для того, чтобы там организовать процесс подготовки к ОГЭ и к ЕГЭ. Каким образом мы это делаем. Я сейчас попрошу вас написать в чате буквально один, то есть плюс, если вам видно экран, на котором есть изображение нашего Дискорда. Пожалуйста, кто-нибудь напишите в чате. Пока я не вижу ни одного плюсика. Ау. Я так понимаю, что у нас есть небольшая задержка по голосу. Слышно, спасибо огромное. Значит, вам и видно Дискорд. Отлично. Что такое Дискорд? Огромное спасибо за обратную связь. Это голосовой чат, который предназначен в основном для ребят, которые играют в онлайн-игры. Чем Дискорд хорош? Он абсолютно не загружает ресурсы компьютера, в отличие от того же Скайпа. Мы с вами не раз сталкивались с ситуацией, когда запускаем Скайп, у ребят он вылетает, они тратят 5-6-7 минут на то, чтобы вернуться в этот ресурс. И в любом случае Скайп поддерживает только до 25 участников, включая преподавателя. А если у вас в классе 27 учеников? А если вам нужен один и тот же материал, объяснить, допустим, двум классам, в которых вместе учатся 38 человек. Каким образом организовать этот процесс? Я обновляла страницу, то есть сама спасибо, что вы пишете, что не идет с задержкой. Да, есть какие-то проблемы с самым вебинар-ТВ. Я хочу показать, как организован процесс в Дискорде. Для того, чтобы работать в Дискорде образовательной организации в школе, например, необходимо создать свой сервер. У нас был еще сервер объединения репетиторов, мы его таким образом называли, на котором мы организовали полностью образовательный процесс, перенесли его из офлайна в онлайн. По каждому предмету были созданы отдельные сервера, вкладочки такие. По информатике, по физике 9 класса, по истории 9-11 класса, по физике ЕГЭ, химии и даже по отдельным погружениям. Для учеников 7-6 класса у нас были по физике уже проходили. Сейчас готовится интенсив по математике 7 класса. Чем хороша платформа Дискорде? В голосовых чатах, которые создаются в этих отдельных комнатках, мы можем принимать до 256 участников. Вот смотрите, сейчас мы находимся с вами в переговорной комнате. Картинки нет? Надеюсь, что картинка у многих есть. Смотрите, в переговорной комнате я специально попросила своих коллег присутствовать, чтобы продемонстрировать, каким образом ведется там занятие, помимо диалога голосом. В этот момент, когда я что-либо говорю, мой голос транслируется и в нашу с вами беседу, и транслируется в Дискорд, если я включу микрофон. Микрофон я могу держать постоянно включенным, тогда он будет реагировать на все, что я говорю. То есть для того, чтобы мне не приходилось занимать руки, отвлекаться на проведение занятий, на то, чтобы нажимать какую-то кнопочку. Точно так же я могу отрегулировать режим нажатия по какой-то комбинации клавиш, то есть в режиме рации. Ребятам мы рекомендуем находиться в режиме рации для того, чтобы звуки, которые сопровождают ученика в доме, лая собаки, не знаю, по ходу младших братьев-сестер по комнате, не мешали проводить урок. А в тот момент, когда ученика спрашивают, он по режиму рации нажимает какую-то комбинацию клавиш и отвечает на вопрос, который педагог ему задал. На самом деле сам Дискорд как приложение... Я обновлю сейчас страницу. Спасибо, я поняла. Пропал. И меня не слышно совсем? Анна? Алло? Ну все, хорошо, тогда я продолжаю разговор про Дискорд, коллеги. Я приношу извинения за технические неполадки, у нас уже и провод тут 100 мегабит в секунду, но, видимо, что-то именно с платформой пока возникает, какое-то напряжение. Смотрите, в Дискорде сами ученики разбираются, поверьте, намного лучше нас, и они нам очень сильно помогают с организацией этого процесса, помогают создавать какие-то беседы. Смотрите, здесь у нас в беседе были и педагоги высшей школы, то есть у нас педагог Аэрокосмического университета Сергей Васильевич, который организует лекции по математическому анализу с использованием этой платформы и педагоги по физике, и педагоги по математике. Если мне необходима не только диалог со школьником, не только голосовой чат, то в таком случае я могу в какой-либо из бесед, например, вот у меня есть беседа по математическому практику, организовать трансляцию своего экрана. Таким образом, к этой трансляции экрана может подключиться до 50 человек. Смотрите, внизу есть такой режим, как монитор со стрелочкой, где я могу запустить демонстрацию экрана. В этот момент я могу выбрать, какой именно контент я хочу транслировать. Я могу транслировать вот наш с вами вебинар, а могу выбрать такой простой инструмент, как ножницы. Специально для нашей аудитории я подготовила одно из заданий ОГЭ, которое мы с ребятами сегодня разбирали. Что происходит, когда я запускаю прямой эфир? В этот момент я продолжаю говорить голосом. Вы видите мою презентацию. Все, которые подключаются к значку к эфиру, видят вот эту маленькую картиночку, на которой есть изображение ножниц. Ну, то есть ножницы – это инструмент. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... А так... Ау! Есть ли изображение? А звук? Вот, смотрите. Хотя бы звук видно. На самом деле для меня эта платформа-вебинар не совсем комфортна. В этом плане в Зуме нам было бы организовать это гораздо проще. Зум как инструмент видеодиалога гораздо комфортнее. Он поддерживает до 100 участников. А у нас снова показ экрана включается. Значит, смотрите. На площадке Дискорд возможно проведение трансляции экрана. Она очень комфортна. Если возникают какие-либо технические неполадки в Дискорде, для того, чтобы их решить, достаточно нескольких секунд. Если в Скайпе ученикам необходимо примерно 5-6 минут на то, чтобы перезагрузить что-либо, то в Дискорде хватает 20 секунд для того, чтобы ученик вышел в какую-то другую локацию и, собственно говоря, вернулся обратно в чат. С чем мы сталкиваемся как педагоги, когда мы ведем занятия у учеников? Вы, наверное, слышали, что в Китае ученики, как только там объявили карантин, обрушили платформу, с помощью которой преподаватели собирались давать домашние задания в школах и вести занятия. Они стали жаловаться на это приложение в Google Apps, и это приложение удалили просто из списка благонадежных. В Дискорде тоже есть ситуации, когда ученики пытаются срывать... Я понимаю, что не видно, я сейчас буду демонстрировать все заново. Когда пытаются срывать занятия. В этом смысле учениками очень удобно управлять в Дискорде. Если вы наведете правой кнопкой мыши на любого человека, который сейчас в вашем доступе, в вашем классе, вот он находится сейчас на занятии, то по щелчку правой кнопкой мыши я сейчас ничего не демонстрирую, я вам рассказываю. Вы можете заглушить его микрофон на 10 минут, вы можете заглушить до момента, пока вы не разрешите ему говорить. То есть вы как организатор, как администратор, как преподаватель можете полностью управлять учеником и возможности его оставлять какие-либо комментарии в текстовом чате. Да, я понимаю, Юлия, только звук в текстовом чате или в голосовом чате. Мы можем ограничивать учеников от проведения занятий, ну, то есть от того, чтобы они мешали на занятии. Бывала такая ситуация, допустим, в том же зуме, наверняка вы сталкивались, когда ученики начинают рисовать на экране, ну, то есть так как у нас есть возможность совместной демонстрации экрана и комментирования экрана в зуме, то ученики начинают подгружать изображение. Точно так же можно еще на нескольких платформах одновременно использовать экран. В Дискорде это делать нельзя, поэтому ученики как минимум не могут мешать вам проводить какие-либо манипуляции на экране, и они не будут срывать в этом формате вам занятия. Помимо видеотрансляции изображения, смотрите, если я сейчас буду заново обновлять страницу, то вам опять меня не будет слышно. Я пытаюсь подгрузить изображение Дискорда, хочу вам рассказывать на пальцах пока. Кроме этого, есть видеочаты. Видеочаты позволяют участие до 10 человек. Это 9 учеников плюс преподавателей. В каком формате происходит видеочат? Это как в Скайпе совместный звонок, в котором педагог может переключаться с режима изображения камеры, с веб-камеры трансляции, на режим демонстрации экрана. Это занимает чуть больше времени, чем занимает это, допустим, в том же зуме, потому что демонстрация в зуме подключается в течение 20 секунд, а в Дискорде примерно минуту нужно. Да, я сделаю обязательно видеоинструкцию подробно, и, скорее всего, я запишу вам прямо полноценный видеоурок по использованию этого ресурса вот в течение, наверное, сегодняшней ночи, чтобы у вас завтра это лежало. Что еще важно, что еще очень удобно в Дискорде, как в голосовом чате, помимо того, что он фактически не вылетает, в отличие, как вы видите, от того же вебинар ТВ. Смотрите, в Дискорде можно каждому ученику назначить класс. То есть вы понимаете, что это класс, допустим, 9-й Б. И создать комнаты с приватностью, что это значит? Это значит, что этот кабинет увидят только те ученики, у которых в роли стоит ученик 9-го Б или В класса. И не могут ученики зайти в постороннюю комнату для того, чтобы помешать каким-то образом провести занятие. То есть урок будет в течение суток готов. Надеюсь, что хотя бы в чате видно то, что я пишу. Вот. Значит, в Дискорде создать какую-либо запись очень быстро. Для того, чтобы это сделать, вам необходимо просто скачать приложение Дискорд. Оно ставится как на телефон. И вы можете, даже если вы были вынуждены отойти от ноутбука и включить его вот с телефона где-то вот на улице или когда у вас дома пропал свет, у нас была такая ситуация, то педагог просто выходит на связь с мобильного телефона. И это не ухудшает качество диалога. Единственная проблема в том, что трансляцию экрана с телефона не запустишь. Но полноценная видеосвязь и поддержка голосом в Дискорде возможно при любых ситуациях, даже не штатных, даже когда нет дома света. Кроме этого, ну, то есть вы понимаете, что если Скайп позволяет до 25 участников, а Дискорд, соответственно, до 50 человек, которые подключаются к эфиру, это, конечно, гораздо более комфортная ситуация. Каждые отдельные комнаты, вот, чтобы создать отдельную комнату, будет видеоурок, в котором я, может быть, скриншот хотя бы можно будет добавить как файл. Смотрите, может быть, я хотя бы смогу сейчас в чате добавить вам скриншот того, что происходит. У вас наверху есть вкладка «Файлы». Попробую перетащить сейчас сюда, в скриншот своего экрана, для того, чтобы вам на этом скриншоте объяснять, каким образом создаются дополнительные роли и режимы. Так, значит, смотрите. Там есть «Создать категорию». Категория – это тот учебный предмет, по которому вы собираетесь сейчас провести занятия. Например, категория «Математика», категория «Химия», категория, там, девятый «Б» – подготовка «Геа». То есть вы в этой категории… Ну, то есть сейчас он пытается подгрузиться, на самом деле, сейчас этот текстовый файл, ну, в смысле, это изображение экрана. В этой категории сможете работать… Не сможете, файлы не подгружаются. Ну, ничего страшного. В этой категории сможете настраивать приватность и создавать групповые чатики. Смотрите, когда вам нужно отработать со всем потоком по подготовке к ОГЭ, допустим, а у вас часть ребят с трудом набирают пороги, часть идут там на отлично, часть – середнячки, которым бы порешать. Дискорд позволяет в рамках класса создавать маленькие кабинетики отдельные. То есть вы создаете класс там, тянемся к порогу или прыгаем выше головы, и педагог в течение одной секунды может двойным щелчком мыши перемещаться в голосовых чатах между этими группами, тем самым организовывая работу внутри сообщества, ну, то есть внутри маленького чата. Наверное, так, Светлана Владимировна, может быть, у вас… А, есть файл, да? Отлично. Вот в левой части экрана вы видите, что у вас… Вот у нас была болталка, открытые лекции, чатик, информатика, физика, 9 класс. Если я просто двойным щелчком мыши щелкаю на изображение вот этого голосового, вот этого вот динамика, то я тут же перемещаюсь в другую группу. Вот, например, в болталке, как вы видите, у вас есть матпрактикум и практикум по сочинению. Это маленькие кабинеты внутри подготовки. Я, например, но можно то же самое делать в рамках одного предмета. И я перемещаюсь, ну, просто двойным щелчком из одного кабинета, организовывая работу с разными категориями учеников. Как настраиваются роли у учеников? В этом вам могут помочь сами ученики на самом деле, когда они показывают, что вот мы по классам можем разделить ребят. То есть вот это вот там 11 класс, вот это 9 класс. И правым щелчком мыши преподаватели. Да, это, конечно, это картинка. Видеочата пока, к сожалению, не идет демонстрация экрана. Я уже 4 раза попыталась ее запустить сейчас. Вот. Пожалуйста, позадавайте вопросы по тому, какие ограничения вот с этим связаны. Смотрите, мы в Дискорде что придумали? Дискорд не позволяет на большое количество людей транслировать видеокамеру. Ну, то есть трансляции меня, как говорящей головы, как преподавателя, на 50 человек фактически невозможно. Но мы нашли с коллегами из Твори горы выход из этой ситуации. Может быть, моя коллега Наталья Васильевна сейчас есть в чате. Выставить в чате ссылку на статью, которую мы сделали специальную, подробную, про то, как использовать разные ресурсы, в том числе Дискорд. И в этом мы описали, как использовать такой инструмент, как OBS. Это такое приложение, которое позволяет записывать видео уроки очень легко, транслировать видеоизображение с камеры и тут же подключать презентацию экрана. Таким образом, если вы в Дискорде выбираете трансляцию этого приложения OBS, то вы получаете полноценный видеоурок полностью и с моим изображением, и с моей головой, и с моим лицом, и с изображением картинки, которую я хочу ребятам показать. В Дискорде нет в обычных чатах изображения видео учеников, а в видеобеседе, в которой у нас может быть до 10 участников, там каждый ученик может включать камеру, и тогда это будет полноценный видеодиалог. Позадавайте, пожалуйста, вопросы, потому что в таком режиме, конечно, очень трудно было вести диалог. Есть ли у вас вопросы? Наталья Васильевна, я жду ссылку. Коллеги. Я понимаю, что идет задержка какая-то сильная. Указка? Да, да, я поняла. Пока вопросов нет. Хорошо, смотрите. Тогда я обещаю, что в течение короткого времени у нас появляется видеоурок, который я сегодня запишу в Zoom. Вот вам, кстати, еще один инструмент, просто коротко, что вы можете видеоуроки заранее готовить. Мы вчера проверяли связь, связь шла отлично, я не предполагала, что урок по Дискорду потребуется записать. Но вы можете трансляцию устроить с самим собой в Zoom, там же демонстрировать экран, там же вести трансляцию и объяснение и тут же писать это с сохранением на компьютер. Эту запись я залью в облако и ссылка на видеоурок по использованию Дискорда, я думаю, что он будет длительностью до 15-20 минут, чтобы вам было не тяжело с подробными инструкциями, появится сегодня в сетевом сообществе. Светлана Владимировна, помогайте. Светлана Владимировна, помогайте. Видите, в тот момент, когда подключается второй преподаватель, он не может начать говорить, у него пропадает камера. Светлана Владимировна, а вы можете это говорить? У вас не слышно. Вот, а вот теперь слышно. Вот это задержка. Я выключаю звук. Давайте какой-то короткий итог подведем, вот маленький, вот тому, что я рассказала. Еще одна платформа – это Дискорд. Дискорд – голосовой чат, который не загружает компьютер. В нем возможность видеотрансляции и трансляции презентации и пояснений голосовых учителям. Если без трансляции экрана, то можно 256 учеников в чате, если с трансляцией – 50. Если вы хотите полноценный видеодиалог, это 10 человек. Все, у меня все. Спасибо большое, Аля Викторовна. Но Аля Викторовна нам пообещала сделать видеоурок и разместим его на сетевом сообществе. Так, ну пока вопросов нет, дальше переходим. Спасибо большое. Так, ну вопросов не видно. Так, и у нас еще один момент. Это сама организация, то есть небольшие, наверное, не открою сильно большой Америки, просто еще раз акцентировать внимание на тех моментах, на которые стоит обратить внимание. Я уже начинала говорить и говорила, да, одно дело, когда мы с вами работаем на уроке, когда мы работаем на дополнительных занятиях, и мы здесь и сейчас отрабатываем в очном режиме с учеником, и хотят, не хотят, дети у нас все-таки что-то делают, да, и мы отслеживаем всю их работу. А в дистанционном режиме у нас ученики остаются, но несколько бесконтрольно, да, и, наверное, необходимо какую-то долю ответственности, да, самостоятельности все-таки перекладывать на учеников. Понятно, что сложно это сделать, это очень легко сделать с теми мотивированными детьми, которые у нас работают, да, они работают сами, что они это умеют делать. А что делать с остальными учениками? Наверное, вместе, совместно с ними надо разработать алгоритм подготовки к экзамену, да, и, может быть, начать, может быть, продолжить, да, и определить, чтобы они сами у вас определили уровень своей подготовки. Ну, допустим, все уже знают, что это достижение, все с ними работали, да, можно дать ученикам от трех до пяти вариантов, а, допустим, в трех вариантах они сами выбирают задания, которые они могут решить и решают их, да, то есть можно сделать двойное обозначение. У меня, допустим, я уверен, что я задание первое из первого варианта могу решать, я ставлю плюс, и я его все-таки и решил, я ставлю плюс или плюс-минус, да, что у нас получается. И тогда ребенок будет видеть те задания, еще раз увидеть те задания, которые он может решить. Почему именно такое количество вариантов, а не один вариант, как это мы делаем? В одном варианте можно допустить, я, в принципе, могу, знаю, как решать задание, но я могу допустить ошибку, да, может быть, если я, допустим, в трех вариантах одно и то же задание не понимаю и не решаю, то с этим заданием работать я уже не буду, я не научусь за эти полтора месяца, если это сложное задание, да. Понятно, что диагностические эти работы можно составлять самим, вы их составляете, у вас их куча, а можно еще что, я еще расскажу о тех ресурсах, которые можно использовать. Есть портал «Мои достижения». В принципе, этот файл у вас будет. Есть портал «Мои достижения». Где ребенок, причем это бесплатный, он частично бесплатный, но не все функции пока еще можно использовать всем учащимся нашей страны. Этот портал был создан для московских школьников, но они открыли основную массу возможностей для всех. Значит, и ребенок регистрируется бесплатно, он может пройти в разделе задания, посмотреть рубежные диагностические работы, после которых он может увидеть, то есть ему выдается, да, какие задания он решил, не решил, но понятно, что это задание первой части. И те знания, которые ему еще необходимо повторить, изучить, да, и те знания, в которых, в принципе, он делает, их уверенно. Можно посмотреть, как знания, которых у них не достают, так и умения, которые ему надо отрабатывать. Причем полный перечень умений. Кто у меня листает, кто у меня листает впереди меня. Так, и также, да, посмотрите, это с одной стороны автоматическая проверка работ, проверяет не учитель, а компьютер, то есть это ребенок не сваливает все свои проблемы на учителя, что у меня с учителем плохие отношения, с анализом, да, это может открыто на портале Яндекс.Школа, там тоже есть тренинговые варианты ЕГЭ по математике, также с анализом западающих умений. Значит, когда дети прорешали задания и сделали, посмотрели, какие задания у них выпадают, в принципе, можно организовать с ними работу по... Так, прошу прощения. То есть составить, посмотреть, да, те умения и те элементы содержания, которые я осваивала хорошо, которые западают, да. В принципе, можно составить вот такой, это лист подготовки к экзаменам, где идет тематическое развеение по темам и по элементам содержания. И ребенок уже там может отмечать то, что он отработал, то, что у него пройдено, и то, что ему еще необходимо изучить или повторить. Вот такие листы подготовки к экзаменам сейчас размещены на сайте ФИПИ. То есть на сайте ФИПИ размещены методические рекомендации для организации самостоятельной подготовки учащихся к ЕГЭ на базовом и профильном уровне и КГЭ. То есть разработчики ЕГЭ и УГЭ с предметных комиссий, с федеральной предметной комиссией создали такие методические рекомендации. Я говорю, они размещены на сайте ФИПИ, и мы их разместили в сетевом сообществе. В принципе, там идет в этих методических рекомендациях данный анализ работы, да. Вот посмотрите, у нас что здесь. Это идет задание алгебра, геометрия, какие у нас еще есть, да. Элементы содержания к каждому заданию. То есть что надо изучить, чтобы решить, допустим, первое задание. Так, файл не видно. Видно только проверочные работы. Видно только проверочные работы. Какие проверочные работы? Так, Людмила, помогай, что у меня есть. Я пока расскажу. Два дня назад на сайте Министерства просвещения в группе ВКонтакте был размещен вебинар Ивана Ященко по подготовке КГ и ОГ по математике, на котором он давал определенные рекомендации для выпускников и преподавателей текущего года по тому, как организовать итоговое повторение. Ссылку на полное его интервью я скину сейчас в чате. Она у вас останется, пока разбираемся с тем, как листануть наши странички. Обратите внимание, там есть довольно полезные рекомендации. В частности, про 15 минут ежедневной математики, но не сложной математике, той, которой дети еще не могут решить, а 15 минут в день на те задания, которые для ребят простые. То есть для того, чтобы у них возникло ощущение уверенности в том, что они могут это делать. Вот видите, у нас есть небольшие технические накладки с платформой. Да? Платформа зависает и не листает странички, так? Но как-то он видит, что видно. То есть и вот в этих методических рекомендациях, я продолжу, в методических рекомендациях вот эти таблицы по анализу, они размещены. Здесь, в принципе, показано, да, как это найти, где это есть. И понятно, что после того, как мы... Ой, у нас времени мало. Провели эти диагностические работы и выявили те проблемы, да, которые у нас появились, группы учащихся, и мы знаем эти группы учащихся с разным уровнем подготовки. Понятно, что есть ученики, которым бы набрать вот тот минимум, с которым мы должны работать. Они, которые должны получить вот этот минимальный балл, чтобы считать, обучение закончено. И не идти на пересдачу у нас в сентябре. То есть это учащиеся с низким уровнем подготовки. Этим ученикам надо дать в уроки какой-то материал, теоретический материал, причем не учебники. Учебник он у вас как не читал 10 лет, так читать его и не будет. Это, с одной стороны, со второй стороны, учеников на руках сейчас один учебник 11 класса. Если мы посмотрим экзамены хоть 9, хоть 11 класса, это материал, начиная с 5 класса. И поэтому для учеников возможно, да, допустим, дать такой материал, где мы точно прописываем типы заданий, алгоритмы решения, образец решения и какие дополнительные задачи он может решать. Вот такие материалы разработаны вообще у нас были со школами, которые находятся с низкими результатами, находящимися в сложных социальных контекстах. Они размещены у них в сетевом сообществе. Если не найдете, значит, на следующей неделе все их разработки, таких листов, с которыми дети могут работать, их подсказок, мы им дадим. Понятно, что с этими учениками не надо прорешивать все варианты. Вот это не даст никакого результата. С ними надо выбрать отдельное задание, которое они хорошо решают. Посмотреть, какие задания более-менее получается. 8, выбрать с ними 8 задач, и эти 8 задач с ними прорабатывать. По 9 классам там лучше всего взять 10 задач. То есть вот такие материалы. И постоянно с этими учениками, эти ученики у нас должны быть под контролем, как они решают, что они решают. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Ага, теперь меня видно, слышно? Да, появилось. То есть еще раз, вот эти материалы размещены в сетевом сообществе школ, работающих в сложных социальных контекстах. Я говорю, на следующей неделе мы их еще раз перестаем, еще раз просмотрим и выставим на сетевом сообществе ученики математики. Дальше, те ученики, которые у нас средние, имеют базовый уровень подготовки, то есть они могут решать отдельные задания. То есть дети от 3 до 4, оценка 3-4. Вот с этими учениками надо что-то взять, можно. Обратить внимание на сайт, опять же таки, ФИПИ. Вот на сайте ФИПИ выставлены вот те прототипы заданий, которые у нас есть как в 9-м, так и в 11-м классе. Обратите внимание, что в 11-м классе у нас изменился открытый банк заданий ЕГЭ. Теперь это задания, которые проверяются автоматически. То есть с автоматической проверкой мы можем дать ученикам не все задания, а сделать набор заданий, которые необходимы. То есть сказать, какие задания, какого уровня сложности ученики могут выбирать сами. То есть и не во всех полторы тысячи заданий разбираться, а отрабатывать именно те задания, которые у них западают. Также что мы можем? Мы можем давать задания на сайте ЕГЭ. Наверное, с этим сайтом уже все работают. В чем плюс этого сайта? Это что мы можем из того банка заданий, который у нас есть, мы можем формировать сами работы ученикам. Можем работать полную работу давать, можем работать только по тем отрабатываемым умениям, которые нам необходимы. То есть создается класс, и каждый ученик у нас под контролем, что он решил, что не решил, что получается, не получается. Индивидуальный прогресс знаний учащихся может устанавливаться. Смотрим, что статистика по каждому ученику, по каждому классу. И также для... Вот это, наверное, сайт Решу ЕГЭ может быть такие, как пороговые работы, которые проводят, допустим, решение вариантов раз в неделю. На сайте ФИПИ и на сайте Мои Достижения, где учащиеся также могут отрабатывать задания, здесь у нас самостоятельная работа учеников. Что делать с теми учениками, которые у нас выше базового уровня? То есть понятно, что эти ученики могут уже сами находить и какие-то видеолекции, они уже сами работают, но они все равно, им нужны консультации, постоянные какие-то организованные консультации на ответы на вопросы, подсказка, где у них что не получается, ответы на вопросы, что и как дальше делать. И также с этими учениками что можно сделать? Можно не все самим проверять, то, как они решают задания повышенного уровня сложность, можно организовать взаимопроверку по критериям. Потому что и сколько мы работали с экспертами, и наши эксперты всегда говорили, что если и сами понимают, что если я проверяю чужую работу, я научусь видеть ошибки в своих работах. Используйте эти ресурсы. У вас вообще есть, в каждом муниципалитете есть эксперт ИОГ и ЕГЭ. И у каждого этого эксперта есть сборники за несколько лет по ЕГЭ. У нас задания второй части за последние 3 года не сильно менялись. И там есть работы учеников. Пусть они, помимо того, что решают, пусть они эти работы проверяют. Я говорю, когда проверяешь, больше понимаешь в решениях, больше видишь. Но учишься самое главное видеть те ошибки, которые допускают. И, соответственно, стараться эти ошибки устранять. То есть вот такой вопрос. Ну и понятно, что у учащихся с уровнем подготовки выше базового уровня, но здесь довести до автоматизма и решения первой части. Вот им можно давать уже варианты первую часть решать на скорость. То есть максимум 40 минут, за которые ученики должны решить первую часть. Ну, то есть вот такой небольшой обзор техного есть, что у нас появилось нового, да, или что мы давно используем. Но как-то на что стоит точно обращать внимание, это на официальные сайты, особенно на этапе подготовки к итоговой тестации. Это сайт ФИПИ, где материалы действительно, прототипы всех работ, заданий, которые у нас выходят на итоговую тестацию. Еще забыла сказать, что помимо методических рекомендаций, ФИПИ выставили варианты досрочных экзаменов. То есть у нас досрочного экзамена не было, и поэтому ФИПИ открыла по два варианта на каждый экзамен. Позавчера у нас появились варианты одиннадцатого класса досрочного экзамена, вчера девятого класса. Через неделю будут выставлены ответы по первому варианту, через какое-то время еще по второму. Также варианты досрочных экзаменов у нас выставлены на сетевом сообществе. Вот такой небольшой, наверное, обзор. И еще бы что хотела сказать, это еще раз повторить, что мы запускаем методический четверг. Ну, раз четверг сегодня начали, значит, четверг и будем продолжать. Методический четверг, где будем отвечать в онлайн-режиме на вопросы подготовки к экзамену. Понятно, что в оффлайн-режиме ответы на вопросы это в течение всей недели, а в онлайн-режиме это уже в четверг. Я бы предложила с трех до четырех так время оставить. Если время неудобно, то на форуме, на сайте можно написать, какое время наиболее удобно будет с утра, вечером, в это время попозже, чтобы большее количество иметь доступ к этим материалам в онлайн-режиме именно. И самое главное, писать те вопросы, которые были бы вам необходимы, которые бы вы хотели услышать. Одно дело, мы со своей колокольни можем посмотреть. Понятно, что мы будем обращать внимание на те результаты и тот анализ, который у нас уже проходил несколько лет, но с другой стороны, что вам необходимо, какие решения, решения каких задач вы бы хотели услышать, разбор каких заданий, разбор каких методик, вот все, что вам удобно. Поэтому в профессиональном сетевом сообществе, в Чили Математике, на нашем дистанционном, на сайте дистанционного обучения Красноярья есть горячая линия. И в этой горячей линии раздел подготовка ГИА. Сегодня мы сделаем форум для вопросов. В течение недели вы выставляете вопросы, в четверг мы на них отвечаем. Ну, желательно, конечно, чтобы, конечно, ко вторнику хотя бы какие-то вопросы были, потому что, если вы в четверг задавите в четверг, возможно, ответим, возможно, перенесем на следующую неделю или в оффлайн-режиме. Коллеги, вопросы? Ну, в принципе, да, вопрос, если мы делаем это объяснение, решение какого-то задания, ведь вы можете подключать. Ирина Викторовна уже пишет, что вопросы подготовки ГИА у нас уже созданы на сайте. То есть, когда мы вопросы разбираем, решение задач, вы можете эту ссылку давать и ученикам, то есть совместно с учениками можно смотреть, можно самим потом объяснять, да, можно их туда подключить, чтобы они еще раз посмотрели. Девятнадцатое задание уже услышала, увидела. Так, коллеги, еще вопросы есть? Ну и, в принципе, мы всегда так, тренировочные варианты для детей ГВ, но вот здесь, я еще посмотрю, но пока их выставлено не было. Поэтому поищем, посмотрим, выставим, сделаем. То есть, в сетевом мы всегда на связи, все мои, по-моему, уже многие телефон знают, почту мою знают, я всегда на почте, телефон всегда доступен, всегда можете звонить по телефону, писать на горячую линию, писать на почту. То есть, уже появились вопросы, я их зафиксировала, сделаем. Коллеги, большое спасибо, если нет по вопросам. Мне тоже вас всегда приятно видеть и слышать. Спасибо большое, до встречи в эфире в следующем четверг. До свидания. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Слышно ли нас и видно ли нас? Я хочу вас всех поприветствовать и сказать, что сегодня у нас не видно что сегодня у нас встреча с очень интересными людьми для школы Летова. Наверное, вы представляете себе, что это за школа. Это московская школа. Ну, собственно, они лучше меня про это расскажут. У нас сегодня два спикера. Это Алексей Юрьевич Колпаков, которого вы сейчас видите уже на экране. Это мой уже такой, я бы сказала, старый знакомый. Да? Учитель, да. К нам попозже, я надеюсь, присоединиться Анна Николаевна Выборнова. Это тоже учитель школы и все ее регалии в программе вы видели. Когда мы задумывали эту встречу, то я хочу сказать, что смысл ее состоит в следующем. Вот, когда на нас стремительно и достаточно неожиданно обрушилась необходимость работы в дистанционном режиме, то вместе с ней вообще-то практически обрушилась вся возможность работать с образовательными платформами. Ну, просто потому, что они не смогли выдержать то количество детей, которое могло бы быть к ним присоединено сейчас. Я не говорю, что они совсем обрушились, но очень многие их сейчас просто физически не могут к ним присоединиться, потому что они не были заточены на ту ситуацию, когда все дети выходят в дистов. Они были заточены на ситуацию, когда можно использовать при других технологиях обучения, например, при смешанном обучении. И когда этот шок, собственно говоря, случился, потому что приходилось на лету осваивать другие инструменты, ну, там, Zoom, я не знаю, WhatsApp, возможности сетевых сообществ, какие-то другие, ну, какие-то сегодня уже представляли инструменты. И в этом смысле технически, на мой взгляд, люди почти справились, ну, или совсем справились. Я про это смотрю не только, ну, так, свысока, что называется, наблюдая ситуацию. У меня внук и дочка еще младшая учатся дистанционно, и я вижу, что учителя с этим практически справились, с технической стороной дела. На мой взгляд, очень важная ситуация, это то, как с содержанием-то что делать. Потому что в существующих условиях, по сути дела, мы не можем работать так же, как работали в очной встрече. И очень важно теперь понять, а что же такого можно придумать, чтобы дети начали, ну, включаться в ситуацию активно, ну, и, в общем, начали учиться. вот Алексея Юрьевича, ну, собственно говоря, вот я смотрю, как он публикует, как готовится к занятиям, мне показалось, что опыт, это когда появляются другие уроки в наших условиях. И это главное, ну, это вот то содержание, которое, как мне кажется, ну, я вот сейчас смотрю, что там начинает нарабатываться. Надеюсь, что вам наша встреча будет очень полезной, ценной, вот прям с практичей есть возможность задать вопросы нам, говоря, поэтому я предоставляю слово Алексею Юрьевичу и хочу вас прям попросить, рассказать, как вы там в этом, в этом, работаете с вашими друзьями. Спасибо. Меня слышно? Вообще, как-то звук идет? Ага, ну и прекрасно. Значит, спасибо, Светлана Юрьевна, и рад вас видеть и как-то прикоснуться и к родному ИПК, и Красноярску, вообще, Красноярску отсюда. И самоизоляция, потому что мы тоже находимся еще, наверное, в более жесткой самоизоляции, чем Красноярцы. И отсюда уже несколько недель ведем, соответственно, на уроке. Ну, как и все, в общем-то, учителя. Значит, у меня немного времени, я постараюсь, так поэтому, пробежкой. Светлана Юрьевна, в общем-то, по-моему, совершенно точный заход сделала, проблему саму обозначила, что, как бы, произошло, когда вот мы столкнулись с такой необходимостью дистанционного обучения и, в частности, плюс еще онлайн обучения, ну, как бы, входящее в дистанционную. Значит, ну, сейчас уже, наверное, действительно, все учителя как-то уже адаптировались и нашли свои, как бы, ходы и приемы работы в таком формате. И, на самом деле, наверное, речь уже сейчас, если говорить об некой актуальности, на мой взгляд, разговора, то, наверное, уже следующий ход, и он буквально должен, наверное, тоже сейчас заходить разговор, это о том, как мы будем жить, после вот этого, собственно, момента карантина, самоизоляции, то есть, с чем мы выйдем вот после этого в нормальный, условно, скажем, процесс обучения. Возьмем ли мы что-то отсюда, или мы ничего не возьмем, как повлияет это на нашу жизнь. Вот это вот уже сейчас, наверное, наиболее актуальный разговор, потому что время идет очень быстро, но уже мгновенно, и учителя, я просто горжусь учителями, которые вытягивают эту работу, ну, совершенно просто, вот, можно сказать, самостоятельно, сами, и поддерживают учебный процесс. Ну, и вот шагают, как бы, шагаем. Значит, когда это все случилось, то, наверное, первое, с чем столкнули все учителя, ну, и я в частности, это то, что нужно было осваивать другие формы просто работы. То есть, средства, я бы даже сказал, сначала средства, то есть, просто мы не знали, на какой платформе вести занятия, что делать, какие инструменты, какие сервисы использовать, и вот так очень быстро, быстро мы начали это все осваивать. И в какой-то момент произошло то, что, ну, практически это сразу, вот первые моменты, первые, значит, работы в таком формате, это, как-то я почувствовал, что идет такой крен в, как раз, в средства, потому что нужно не столько, вот уже, собственно, про урок, как бы уже за первое время забываешь даже, сколько нужно было вовремя включить, вовремя что-то нажать, придумать, как там, значит, распределить домашние задания или задания для самостоятельной работы, используя вот новые, собственно говоря, платформы. Ну, я сразу скажу, что мы в Zoom работаем, ну, наверное, и красноярцы работают в Zoom, потому что, в общем, система, хотя не идеальная, но она подтвердила свою, как подтверждает, в общем, свою работоспособность. и, ну, вот довольно быстро, наверное, как-то я для себя немного, как бы задачи, наверное, что ли, сформулировал, вот, для новой реальности, так скажем. В общем-то, мне кажется, что все равно как ситуация принципиально мало изменилась, в том смысле, что учитель все равно, так же, как и в оффлайн-обучении, так же, как в обычном обучении, от учителя как бы ждут всегда урока содержательного, интересного, ну, и, собственно говоря, то, что называется урока. и поэтому я как-то довольно, я как-то так сразу попытался понять, что вот эти все технические средства, они должны выйти, быть не на первом плане у меня, они как бы должны уйти в вспомогательный такой, как бы вот, стать вспомогательными инструментами, а не самоцелью, как бы, вот такая переориентация должна была произойти. Как, в общем, такая задача была, как сохранить урок, как его сохранить, как поддержать урок, как сделать урок, в общем, так же, таким же, в общем-то, содержательным и интересным, как и в обычной форме обучения, при том, что ты находишься как бы в другом состоянии. Ну, а трудности, кроме этого состояния, они, в общем, тоже хорошо понятны, вообще известны. Это не только то, что ты должен, ну, там, управлять всеми техническими штуками, продумывать, как с ними работать, но это еще довольно жесткий тайминг всей работы, то есть время ограничено, у нас уроки по 30 минут, и уже в таком уроке, уроки онлайн, допустим, когда ты ведешь, там практически не должно быть пауз, там не должно быть какого-то вот такого вольного, то есть не получается, уж так скажем, такого свободного, беспечного, как бы, разговора, потому что, как только ты, как только перестает работать внимание ученика, он как бы выпадает из процесса, и поэтому тут, вот, в общем, время и концентрация внимания увеличились, как бы, в разы для меня сложности. И еще одна сложность была в том, что, ну, да, вот дети, дети, мы как-то уже, если мы в классе видим, кто как работает, то здесь, в общем, довольно сложно было понять, работают они, как они будут работать, тем более, что многие из наших детей, ну, наверное, у вас также, то есть не все они включают видео, потому что по разным причинам это происходит, поэтому там иногда просто видишь какие-то черные квадратики с именами, как вот с этим всем работать, как сделать урок так содержательным и интересным вот при таких новых реалиях, так скажем. Ну, и я для себя, собственно говоря, вывел какую-то такую не знаю, как сказать, ну, какие-то ценности, что ли, ориентиры, которые влияют на подготовку к уроку. Ну, для меня так же и стало, собственно, самое главное – это содержание или материал, так скажем. Это хорошее знание материала, хорошая проработка материала, как это было и в обычной, в обычном уроке, так это и для меня здесь является, в общем-то, приоритетом. Второй момент. Для меня очень важна стала, собственно говоря, цель. Цель каждого шага, цель всего урока, цель серии уроков, каждого приема. То есть урок как бы, для меня очень важно, чтобы урок был, представлял собой не набор как бы каких-то средств и приемов, а чтобы каждый прием и система приемов работала на определенные цели. И урок, и серия уроков были тоже, в общем, представляли некую целостность. Цель и целостность. Вот как это тоже выдерживать, значит, соблюдать при планировании урока. Потом еще для себя такой важный, как бы для себя такой ориентир установил. Это, собственно, сделать так, чтобы урок вовлекал детей, чтобы они входили в занятия, а не сидели, просто меня слушали. То есть это должна быть деятельностная форма работы. А не лекционная, ну вот как у нас сейчас, допустим, вебинар идет. Потому что так, если вести онлайн-урок, то, в общем, тут дети распадутся. Ну вы сами представляете, если меня сейчас вот еще примерно минут 20 послушать, то вообще можно будет уже и заснуть. Вот, то есть вовлеченность, деятельность, она как тоже, как это сделать. И еще мне все-таки хотелось бы, чтобы мои уроки были интересными, чтобы ученики, несмотря на то, что мы сидим не в классе, несмотря на то, что вообще странная какая-то конфигурация сейчас выстроилась наших общений, тем не менее, мне бы хотелось, чтобы этот урок для них был интересен, чтобы он остался в них. Вот как этого всего добиться? Но эти приоритеты я для себя и поставил. Получается так примерно. Материал, цель, методика, то есть какие методические здесь я использую приемы. И уж только в конце это, собственно, технические средства. Это Zoom, это разные платформы, это разные инструменты. Они у меня ушли, в общем, вот туда, в самый низ. Они, собственно говоря, не составляют ценность. Это не ценность сама по себе в уроке. Ну, и наверное, вот сейчас я просто покажу некоторые возможности, которые я использую при подготовке и ведении уроков. Я сейчас демонстрацию экрана попробую включить, чтобы это было проще видеть. Так, сейчас один момент. Ну, вот, наверное, видно ли экран, допустим, вот сейчас мне понять нужно. Если я там включаю... Да, ну все, хорошо. Значит, я вот что скажу. В летовской школе, кроме Элжура, есть еще одна система, это на продобье Moodle, в котором работают учителя, не учителя, точнее, а многие, ну, ВПК, в частности, Moodle, дистанционные курсы, мы в Moodle разрабатываем. В Летово есть тоже такая подобная, собственно, система, но она существует для учеников и для учителей. это система Canvas. И вот я знаю, что и у вас, и у нас Элжур ведет себя крайне непредсказуемо, и одно время он вообще практически не работал, а вот Canvas нас все-таки выручал. Ну, правда, здесь оценок не выставишь в Canvas, но зато все объявления можно здесь давать. Ну, Canvas это вообще такой отдельный разговор, я не буду сейчас останавливаться на этом. Фактически, это такой онлайн-учебник фактически для учеников и методическая как бы копилка для учителей. И поэтому вот задания, которые мы, допустим, задания, которые давались, они могли выполняться, ну, допустим, что мы здесь давали, с заданием. Так, здесь у нас есть вот задание, собственно говоря, и, так, что у нас там будет? Вот работайте самостоятельно. Вот они выходят в задание, и вот здесь, собственно говоря, вот в этой системе они могут выполнять задания, высылать нам их, и мы их тут же как бы проверяем. То есть, вот Canvas и его, тут тесты можно было делать, и так далее. То есть, Canvas нас вот сильно выручал. Теперь, где я, собственно говоря, какую еще платформу, ну, кроме Zoom, разумеется, я использовал. Я использовал, в общем, когда прикипел к такой ему, как это назвать, сервис, наверное, Padlet. Это, по сути, это виртуальные доски. Одна из виртуальных досок. Есть там разные варианты этих досок, но я вот остановился на Padlet. Хотя наши коллеги еще работают в Мира, и тоже Мира, в общем, как-то вот хорошие тоже отзывы. Тоже можно, если хорошо ее освоить. Там может работать сразу несколько групп на виду, в общем, разные тоже средства есть, работы с интернетом, там, с видео, и печатными, и разными презентациями, и так далее. Ну, я с Мира как-то не задружил, а вот с Padlet вроде неплохо получается. И я, ну, правда, и Мира, и, собственно говоря, и Padlet, это такие системы, которые, к сожалению, ну, они не совсем бесплатные, я бы так сказал. Вот. То есть есть бесплатная версия, но здесь, допустим, в Padlet это тогда только три доски, которые я могу использовать, а мне досок надо гораздо больше. И не все инструменты я в Padlet тогда могу использовать, если это бесплатная версия, а так как довольно много этих инструментов. Ну, я на один месяц себе, собственно говоря, заплатил. Плата не совсем небольшая, ну, как небольшая, подъемная на один месяц, я бы так сказал. Вот. Я, ну, чтобы посмотреть, как это работает, а может через месяц карантин кончится, да и все. Хотя вот сейчас я уже смотрю и думаю, что, наверное, когда и закончится карантин, я с этими средствами, которые сейчас нарабатываются, в том числе и Padlet, я, наверное, не расстанусь, потому что это действительно достаточно продуктивная такая штука. Я свой разговор, наверное, вот, как-то поконкретнее, если говорить, остановимся на, что тут было последнее, ну, вот, давайте так, вот я тут с носом хотел остановиться, вот гоголевский нос мы проходили, недавно совсем, урок назад закончили, значит, на этот гоголевский нос было выделено, у меня три урока, мне было дано, значит, три урока было, у меня базовая группа, ученики, собственно говоря, хотя в летово селективная школа, но тем не менее, если ученик не на профиле, а на базе учится, то, в общем-то, это можно сказать обычный ученик обычной школы, ну, в том смысле, что если он может быть очень хорошим математиком, там, или историком, а литература ему совершенно, как бы, не нужна, также в такие же сложности, такие же, как бы, такая же, вот, ну, среда, что ли, ученическая, с которой общаешься в обычной школе, поэтому здесь, как бы, задача стоит не столько, наверное, заглубиться уж совсем, в отличие от профильников, они и сами там тебя подстегивают, а сколько, здесь их увлечь как-то, не от литературы, не отпугнуть и так далее. Ну, и вот, мне, значит, три урока было дано на этот, на этот самый нос, мы на первом уроке с ними просто сначала, это даже был не урок, он, по сути, ну, как бы не сорвался, он мимо пошел, потому что нужно было вообще освоить, что такое эта доска и как с ней тут работать, и мы просто тренировались работать просто в этой доске, как на этой доске, получается. Что здесь можно делать в падлете? Здесь очень удобно, ну, вот, собственно, прямо в прямом эфире работать, так скажем, в прямом режиме. Вот дети могут здесь, ну, наверное, лучше, вот, если мы создаем там такой падлет, выбираем, какую-либо, любую, там, дизайн, и здесь можно прямо в это, в разное задание им давать, и эти задания, выполняя, могут здесь дети, получается, вставлять свое видео, если это надо, звук, ссылки из интернета, картинки, текст, в общем, и разный дизайн, собственно говоря, можно оформлять. Возможности довольно привлекательные возникают. Ну, вот, пока мы разбирали с детьми, что такое, собственно говоря, этот падлет, они вот тут у меня рисовали, и фактически мы сразу в нос вошли, они просто тут, ну, видно, что как бы баловались, но на самом деле и много уже содержательного набросали. Вот, странный писатель, Гоголь, держите нос, носообразное существо, Гоголь классный, но страшный, но страшный, ну, в общем, на самом деле это было такое сразу уже вхождение и в материал. Вот здесь они прямо это делали. Следующий момент, значит, ну, и я сразу, собственно, про целостность говоря. Вот для меня была задача, ох, ну, это сегодняшние все наши штуки, для меня была задача, значит, вот у меня как бы два-три урока. Мне нужно было, я сразу понял, значит, прикинул, что мне от носа нужно, что мне, что они должны понять носа. Ну, во-первых, социальную проблематику, все это хорошо знают, значит, нос, там, чин, проблема чина, чин и человек, вот это вот момент, чин поглощает человек, вот это то, что, в общем-то, достаточно очевидно, и можно сказать, на поверхности. Потом нужно было, как бы мне, ну, и второй момент, я бы очень, я как бы хотел, чтобы здесь не только мы о чине поговорили, но и вообще о душе, как вот Гоголь смотрит на человека, проблема человека, уже может быть, не относительно даже чина, вот проблема души, потому что потом, как бы, был выход у нас после носа к портрету, и поэтому нужно было, мне кажется, нужно было здесь как раз такой мостик мне установить нужно было, даже не от проблемы чин и человек, а от проблемы душа и человек, вот такой мостик от носа к портрету, а потом там где-то уже в старших классах к мертвым душам, вот, поэтому такая социальная, человеческая, как бы, проблематика этой повести, значит, это вот составляло, собственно, содержание, скажем так, уроков. Ну, а теперь способы, собственно, какие приемы используются, и какова цель этих приемов. Ну, вот, значит, сначала социальная проблематика нам нужно было с этим поговорить. У меня был один урок, и тут, и тут вот очень важно для меня, опять-таки, это новая, опять-таки, реальность, наверное, когда я должен придумывать приемы, которые бы, как бы мгновенно, как бы быстро выводили бы нас, детей, вернее, к сути проблемы, к сути образов, там, и так далее. Если на обычном уроке я мог растянуться, так скажем, то здесь мне очень важны были как раз те приемы, которые сразу бьют в точку, мгновенно бьют в точку. Вообще, надо сказать, что я любитель растянуться, я любитель что-то поанализировать, как-то усложнить эту всю простоту, а тут, в общем, как бы от меня потребовалось, потому что время-то мало, значит, потребовались приемы, которые как раз это все погружения должны были миновать почти и сразу выводить каким-то сущностным вещам. Вот это проблема, на самом деле, придумать такие приемы. Ну, вот в данном случае, и я тут использовал опыт, который, кстати говоря, в ИПК мы еще когда-то мы это делали, мы приглашали туда в ИПК, там было, завкафедра был, значит, мы приглашали на дистанционную такую встречу Лору МакМак, это один из таких театральных педагогов московских, и вот тогда мне очень хорошая была встреча с учителями, вот так же дистанционно, и много приемов она набросала нам, тогда я потом как-то читал, и потом мы общаемся, сейчас общаемся с ней. У нее вот такое есть методика метафорического как бы преподавания, использования метафоры в преподавании, в обучении. И я из ее арсенала, собственно говоря, некоторые приемы беру и сам пытаюсь придумывать, ну, вот, в частности, с носом. Чтобы объяснить, что такое, собственно говоря, происходит, произошло с Ковалевым, майором Ковалевым, что он из себя представляет как человек, мы, значит, вот сейчас, я не знаю, попробую включить видео урока, на котором это мы все обсуждали. Надеюсь, с того момента, где я как раз про это речь у нас шла. А, нет. Ну, сейчас я попробую найти. Не знаю, как, правда... Сейчас я тут покручу, чтобы... Но это мы вот здесь обсуждаем, это в Zoom идет работа, такая... объяснение. Сейчас. вот. Вот. Мы начнем... Уже должно быть слышно, вообще... Ну, у меня звук идет, а у вас, наверное, нет, да? Ну, я объясняю. Вот девочка... Давайте я словами. Вот девочка берет, собственно, шарик, мы надуваем шарик, и она, этот шарик, тут же у нас, как бы, будет лопать. Вот сейчас мы тут... я им сразу говорю, задание им даю, значит, посмотрите на шарик. Сейчас мы проведем этот фокус с шариком. Вот мы надуваем шарик, представим это... Так. Мы надуваем этот шарик. Вот. Закручиваем этот шарик. Вот он получается. Какой-то острый предмет. И... И давай, Настя, в общем, лопай его. Но не хочет... Вот, все, лопну. Значит, вот эти вот остатки шарика мы поднимаем, вот он у нас, собственно говоря, шарик и остается. И вот, собственно, отсюда мы уже... И сразу же, как бы, задание идет им... Вот они посмотрели, и сразу же задание. Давайте в падлит мы уходим, и в падлите сразу соотносим этот фокус с шариком, так скажем, с тем... Ну, с носом. С носом. И у них перед глазами эта метафора как бы выстраивается, и текст, ну, текст они довольно хорошо знали, и они сразу же начинают писать. Шар — это пустота Ковалева, без чина и носа он никому не нужен. Высоколетящий в небе шарик — это самооценка Ковалева, но стоит шарику внезапно лопнуть, он сразу же стремительно падает вниз. Так внезапно упала и самооценка Ковалева. Ну, вот, майор Ковалев представляет из себя яркий шарик, наполненный гелием. Он пестрит цветом, пытается пробиться наверх, но лишь маленькой дырочкой, и он теряет всю свою прелесть, уверенность в себе, яркий лишь снаружи, внутри он пуст, эта оболочка неустойчива. Вот, то есть урок, мы за урок практически что успели сделать? Мы сразу поняли, что такое гоголевский, вот этот майор Ковалев, и, в общем-то, сразу уже не только поняли, дети, как я гляжу, они сразу уже что-то написали, мгновенно, тут же на уроке получаются вот такие небольшие заметки. И, в общем, задача была достигнута. Это был, значит, второй ли там урок, и еще у меня урок был, вот, собственно говоря, на душу. И вот здесь про душу, если говорить, так, у меня все нормально, слышно, а то я может быть там. Ну, и третий урок про душу, значит, про душу. Это вот задача была такая, нужно было, ну, я ориентировался на статью Сергея Георгиевича Бочарова, это такой замечательный исследователь русской литературы, значит, Гоголь, он писал в одной из работ, что, значит, вот Гоголь исследует такую, как он говорит, негативную антропологию. Имеется в виду распад человека. Распад. Вместо целостности распад человека. Вот это вот Гоголевская тема. Это все, конечно, очень научно и, как бы так, конечно, не для седьмого класса. Тем более не для моего. Хотя дети вообще прекрасные, замечательные, но это, значит, вот не профи, разумеется. Но у нас в седьмом классе профилей-то еще и нет, собственно. Они потом от меня все убегут по профилям, наверное. Ну вот. И, а как эту мысль, как эту идею, в общем-то, как мне добиться? И здесь, и это, наверное, учителям тоже хорошо известно, наверное, знакомы эти моменты, когда ты во время еще обсуждения, сами дети тебе подсказывают ходы какие-то, главное на их не упустить. Это, у меня был урок совершенно по-другому как-то разработан, но вот вынесла вот от этой вот записи еще на первом занятии, когда мы только учились работать в падлете. Девчонка написала, значит, я прочитала нос, была куча впечатлений, но самое главное это образ Волан-де-Морта, который, значит, в голове на протяжении всего рассказа. Я действительно подумал, почему бы не Волан-де-Морт, потому что, ну, у Волан-де-Морта действительно нет носа, ну, как бы вот это вот, то, что у него есть. И мы тут начали, и вот этот урок, ты, собственно, наш отсюда и начал, как бы, идти. То есть, к чему это, собственно говоря, это, конечно, это где-то, ну, как сказать, несерьезно, что ли, но на самом деле это все эти приемы, они нацелены на то, чтобы в дистанционном формате, когда ты контакта не имеешь с детьми какого-то, вот, можно сказать, эмоционального, близкого, ты должен не только удержать их внимание, но сделать урок еще и как-то действительно интересным, живым. И вот, ну, а почему бы нет? И мы от этого, мы начали разбираться, что такое, кто такой Волан-де-Морта, почему у него было носа, значит, выяснили, дети хорошо, значит, знают Гарапоттер, разумеется, и, значит, выяснили, что вот он свою душу, он как бы ее утратил, точнее, он ее, она у него распалась по разным крестражам, он таких пристроил, эти крестражи свои, а сам пустота такая у него возникла. И мы выяснили, что, значит, вот эта вот пустота внутренняя, она влияет на внешность. Ну и, собственно, говоря здесь и к Ковалеву. Я еще по ходу этого всего дела нашел в интернете интересный мемчик, а с мемчиками мы иногда работаем, сами дети делают мемчики, но не злопотребляем, но такие моменты включаем. Вот плохим парням не нужен нос, но действительно, как-то странно, но вот часто встречаются герои злые какие-то, но тут, как оказалось, не все злые меня дети начали поправлять, но действительно не всем нужен нос. Это вот к проблеме носа и вообще к проблеме душа и тела. Внутренний человек, внешний человек. И я им, собственно говоря, задал задание, нужно было, мы завели такие несколько уголовных дел, все впадали, теперь тут работали три уголовных дела по поиске души Ковалева. Души, вот не носа, нос пропал, понятно, потом нашелся, вот душа Ковалева есть или нет. Им на занятие нужно было что-то очень быстрое набросать. Одни, значит, смотрели на поведение Ковалева, другие смотрели на душу Ковалева, третьи там смотрели, как он себя ведет во время своего поиска носа, проявляется ли во всем этом душа. И вот здесь они прямо после этого Волан-де-Морта, после всех этих наших разговоров про крестражи, они, значит, и, кстати говоря, мы тут и вышли на вот этот момент, особенность фантастики Гоголя, потому что, как выяснилось, вот чем отличается фантастика, допустим, там, того же Гарри Поттера от Гоголевского мира. И дети хорошо, значит, увидели при сопоставлении, что, в общем-то, в Гоголевском мире нет, он пуст, он пуст. Если там в мире Гарри Поттера есть, там, злые силы, добрые силы, они как-то сталкиваются, то в Гоголевском носе вообще нет никаких этих сил, он просто пустой. Так же, как и у майора Ковалева нет никаких крестражей, он просто пустота. Если его там, ну вот потом мы к носу, кстати, вот переходили, там уже несколько другая ситуация выстраивалась, и отсюда этот мир его фантастический, он абсурдит. И вот дети, собственно говоря, они вот эти уголовные дела, условно, это, конечно, все на ходу буквально рождалось, из-за этого, вот, из-за этого, собственно, Волан-де-Морта, будь он не ладен. Ну и вот дети, они тут писали, они тут быстро писали, еще тут, кстати, возможности падли, это в том, что можно записывать, ну, видюшки такие. И вот они там, значит, можно было, сейчас, если попробуем. Василиса. А, ну я не знаю, есть ли звук или нет. звука нет, Нет звука. А, ну все. Тогда, не буду я тогда останавливаться, но вообще вот видео можно здесь сделать и тоже, как одна из возможностей, собственно говоря, этого сервиса. Вот таким образом мы отработали три урока, используя эту систему, и все три занятия, ну и потом уже к носу перешли. И все три занятия были подчинены, собственно говоря, одной логии, как бы, вот такой моей цепочке, которую я выстраивал, это материал, который был важен для меня, это сама повесть, и, собственно говоря, ее понимание. Это цель, цель каждого приема, цель каждого шага. Потом вот эти методические, ну, как бы, приемы, которые должны были вовлечь детей в работу и сделать урок интересным. И средства, которые я мог использовать вот здесь, в данном случае, вот средства досок, зума, где мы, собственно говоря, работали. Ну, вот, наверное, и все. А вот сегодняшняя буквально работа, это то, что мы с детьми сегодня делали. Мы зашли в Мцири, сегодня говорили о Мцири, начали разговор. Ну, вот они набросали мне перед этим вопросов прямо здесь. Из этих вопросов я сформировал, сделал такую сетку вопросов. Ну, и на уроке начали уже эту сетку заполнять, собственно говоря, почему бежит Мцири, потом они дома вот это будут делать. Ну, это уже другие такие. Ну, вот это буквально сегодняшнее. Все, коллеги, вот на этом я свое выступление завершаю. если есть вопросы, то вопросы, но вообще уже, наверное, думаю, что Анна Николаевна уже тоже может вступать в разговор. Так, что мне нужно сделать? Это я убираю пока с экрана. Возвращаюсь сюда. Вопросы? Так, для дистанционного обучения доска Падли должна быть установлена у каждого. Нет, она у меня, собственно говоря, ну как, нет, я даю ссылки, потому что моя доска, она как бы оплачена и я даю детям ссылки прямо на конкретные доски, как правило, но если мы работаем вот с этой доской, вопросом к Цири, я им просто в чат зумовский или в кенвасе сразу даю ссылку, где они заходят и по этой ссылке они сразу попадают в мой Падли можно через почту свою гугловскую туда зайти, ты тогда авторизуешься, а можно анонимно, то есть удобно, удобство Падли это в том и заключается, что, ну как бы это быстрота, можно ученику и не активировать свою учетную запись. Я такую систему использую на своих дистанционном курсе в ИПК, там слушатели у меня, они оценку учебников так делали. Ну вот и здесь она пригодилась. Так, все, коллеги, я закончил и передаю слово Добрый день. Алексей Юрьевич. Аня Николаевна, которую я вижу вот тоже примерно как и вас, коллеги, из Красноярска, хотя мы живем в соседних, в общем-то, домах, можно сказать. Да, здравствуй. Так, давайте я пока, наверное, два слова расскажу о себе и, может быть, даже сразу задам вопрос, потому что вдруг вам будет интересно узнать не только о платформе, которую мы используем сейчас летово, и о тех приложениях, которые мы используем на школе летово, но я также работаю в школе онлайн, которая уже несколько лет встает онлайн. потому что ну как-то вот уже в онлайне пять лет, поэтому, по крайней мере, стрессу перехода на такую работу, когда ты перед камерой вещаешь, ну точно не знаю, уже какие-то, наверное, были мысли, что можно делать в прямом эфире, а чего нельзя. Так, видно ли вам мой экран? Так, я понимаю, что видно, но вот пока не очень понимаю, что слышно меня, видно меня, а вот видно ли экран? Идет показ экрана. Видно, видно. Я понимаю, что идет показ экрана. Так, ага. А что сейчас видно? Вот эту картинку, например, видно? Отлично, все, тогда я понимаю, значит, что все, что нужно, оно есть. Тогда я начну сразу же с последнего приложения, которое я начала, на самом деле, использовать вот прям сегодня, честно говоря. Значит, мы, да, я преподаю русский, и лингвистику, литературу совсем не преподаю уже много лет, и поэтому сфера моих интересов, она крутится вокруг того, как решить несколько вопросов. Во-первых, сделать детей грамотно пишущими, во-вторых, грамотно говорящими, поэтому мы с ними много пишем текстов и, собственно, занимаемся функциональной грамотностью. Также мы решаем с ребятами вопросы, связанные с лингвистикой. То есть я преподаю в лингвистических группах в Летово, то есть туда могут приходить математики, физики, химики, кто угодно, но они изучают русский язык не только для того, чтобы сдать УГЭ или для того, чтобы написать текст, но еще и для того, чтобы понять язык через его структуру. Вот, например, одна из задач, которые я решаю, это функциональная грамотность, как я уже сказала, поэтому мы должны с ребятами писать много текстов, и сегодня нам нужно писать тексты, часто бывает, не только единолично, вот я один автор текста, но и, например, написать текст с кем-нибудь в паре или даже в группе. Например, сейчас в седьмом классе мы с ребятами пишем тексты дружно вместе, у них группа по четыре человека, им нужно написать путевой дневник. Идею с путевым дневником я, на самом деле, перенесла еще из той школы, в которой работала 12 лет назад. Идея появилась в 179-й школе города Москвы. Мы решили, что дети должны отправиться в путешествие во времена ВГО, великих географических открытий, то есть почувствовать себя Колумбами, Васко-де-Гамма, Америка без путча, не знаю. И каждый из них должен был прожить тот путь, тот момент, который был ровно тогда. То есть он должен был понять, в каком случае корабль поплывет, в каком случае не поплывет, сколько груза нужно разместить на корабле, чтобы он не утонул, тут же выходя из порта, как это, не знаю, например, в столице Швеции, может быть, кто-нибудь из вас был, есть такой корабль ВАС, вот он только вышел и сразу же потонул. Правда, шведы молодцы, они его теперь используют в качестве музея, то есть у них с одной стороны, не знаю, стоит дом, связанный с историей жизни Астрид Лингерта, а напротив, собственно, музей ВАС, то есть они подняли затонувший корабль и сделали из него просто шикарнейший музей. Так вот, корабль не должен затонуть, нужно понять, что взять из провианта, какие запасы. То есть здесь и биология, включается и география, но включается и словесность, да, то есть мы ведем дневник ровно как Колумб. И когда мы делаем это в рамках обычного учебного процесса, когда у нас оффлайн-школа, все понятно, да, мы детям выдали задачу, вот вы в группе, вас четверо, допустим, вот вы можете выбрать, кто у вас капитан, кто у вас боцман, кто у вас кок, кто у вас выполняет роль Паганелли, кто у вас юнга, и вперед, да, значит, собирайтесь вместе, где-нибудь после уроков, обсуждайте, что, соответственно, вы будете писать в этом путевом дневнике, как вы увидите чудный, дивный новый мир, который был несколько веков назад. Потом, соответственно, вы все это вместе записываете, описываете, я не знаю, берете листы бумаги, которые вы исписали дневником и погружаете в чай для того, чтобы создать эффект старины, все, что угодно, да, в рамках вот такой вот формата оффлайн мы действительно можем создать даже артефакты, а здесь дети не могут просто так встретиться, да, и все время обсуждать, соответственно, что получилось, что не получилось, потому что они не встречаются на уроках, нужно какую-то платформу. Мы попробовали со школьниками Google Doc, мы, на самом деле, ровно из него сегодня только собираемся начать выбираться, потому что, ну, давайте я, на самом деле, покажу, как выглядят дневники в Google Doc, для этого я отображу вам сейчас их папочку. Вот они, путевые дневники 20, да, и, например, вот у нас ребята плывут в Антарктиду. То есть они определили роли, кто из них кто, описали, сделали свои характеристики, герои решили, что они у нас вот плывут с 1 сентября 1819 года по 25 марта 1820 года. Вот они определили маршрут, по которому они плывут, а дальше начали писать дневники. Чем Google Doc удобен? Да, здесь можно, действительно, вот мы видим сейчас с вами на экране структуру документа, мы видим, какие роли, какая цель путешествия, на каком транспорте, да, дальше мы можем, если бы они аккуратно структурировали, видели бы, соответственно, где у них первая запись, где вторая, где третья. И здесь же дети могут оставлять свои комментарии, то есть они могут обсуждать, что они хотят сделать. Ну, вот, допустим, я сейчас выделю какое-нибудь место, да, и обозначу. Мне, допустим, не нравится слово команда, мне кажется, нужно писать члены коллектива. Не лучше ли было бы заменить, да, и, собственно, на что. То есть они могут обсуждать, так, открывать разговоры, закрывать и исправлять. Но ресурса Google Doc нам показалось недостаточным с ребятами, потому что тогда я не могу оценить, какой вклад внес каждый из детей. Я не могу дифференцированно их оценивать, мне нужно тогда всем ставить одну общую оценку. В принципе, такой подход возможен. Если он меня удовлетворяет, то, наверное, Google Doc, ну, не считая вопроса безопасности, потому что как только я открываю доступ не только тем детям, с которыми работаю, а еще просто бросаю, открываю доступ всем, у кого есть ссылка или всем, кто есть в интернете, конечно, так мы не делаем, то может каждый желающий внести свои правки. Собственно, и здесь у ребят есть проблемы, потому что кто-то один исправил, не прокомментировав, например, такое случается, а потом непонятно, что произошло, хотя есть история, в которой можно в принципе отследить, но не очень хорошо это получается. А есть другая платформа, которая называется PenFlip, да, может быть, кто-то из вас знаком уже с платформой под названием GitHub, ей вообще пользуются программисты. Уже давно, мне кажется, лет вот 10 в России точно используют этот программ. Собственно, я по образованию компьютерный лингвист по второму, поэтому я помню, что когда мы программировали, нам нужно было делать совместные проекты, мы как раз использовали GitHub. О нем, кстати, можно почитать, в интернете много достаточно ресурсов, которые рассказывают, ну, я не знаю, на Хабре, например, есть рассказ о том, как пользоваться GitHub. В том числе, некоторые стали использовать GitHub для того, чтобы быть коммерческими писателями, да, то есть, в принципе, это такое интересное приложение, потому что ты одновременно можешь, один пишет, другой добавляет картинки, третий, соответственно, структурирует это, и, в общем, они все это в процессе обсуждают. Да, вот есть подробное описание, где как раз видно, что происходит, да, кто какие изменения внес. Эта платформа единственная на английском языке, но много описаний того, что в GitHub, соответственно, делается, сегодня уже есть и по-русски. Так вот, писатели на это дело посмотрели и решили, ну, здорово, значит, вот есть GitHub для программистов, а почему бы не сделать такую же штуку для писателей? И, собственно, сделали, и вы сейчас вот видите мою картинку о чудном и дивном и новый мир, да, и Tempura Mutantur et nos mutamur in elis, в общем, времена меняются, мы меняемся с ними. Кстати, тут уж тогда надо рассказать, к чему вы вдруг, эта картинка. Перед вами герой Халк. Мне кажется, вот мы сейчас себя ощущаем приблизительно так же, да, то есть вчера мы были такими преподавателями, которые знали, что такое оффлайн, да, а теперь нам неожиданно пришлось мутировать, измениться и выйти в онлайн, да, мы освоили, на самом деле, некоторые новые компетенции, некоторые навыки, да, потому что мы ничего не потеряли пока, на самом деле, еще, да, потому что у нас нет никаких атовизмов и рудиментов, связанных с тем, что вот мы изменились, да, но, и мы причем можем периодически успокоиться, если карантин, как только карантин пройдет, мы вернемся в свое нормальное человеческое состояние, хотя мы будем уже знать, что у нас есть некие уникальные способности, с которыми, в общем, может быть, расставаться и не стоит, потому что мы становимся сильнее. И мне кажется, это неплохо, да, потому что мы все ждали вот этого момента, мне кажется, подспудно где-то понимали, что произойдет такой щелчок, и мы вдруг начнем с вами резко меняться и должны будем, вот как сейчас, правда, неожиданно, да, за месяц мы должны огромное количество навыков усвоить, а тут вот как Халки. Значит, я нахожусь ровно в этом инструменте. Вот я его назвала New School Russian, он мог называться как угодно по-другому, и давайте посмотрим, как это выглядит в черне. Да, то есть мы здесь видим, что мы можем создавать заголовки, то есть мы на самом деле можем создавать структуру, мы можем добавлять картинку, вот, собственно, я ее не так давно сюда добавила, мы можем писать планы дел на будущую жизнь, мы можем добавлять ссылки, мы можем структурировать, мы можем смотреть, как это все в результате выглядит, но самое замечательное, что здесь действительно очень такой понятный инструментарий, то есть ничего сложного, а еще мы можем, на самом деле, видеть все активности, то есть все, что происходило, то есть как изменилось, что добавляли, то есть я могу нажать и посмотреть, вот что произошло шесть часов назад, да, вот шесть часов назад этот документ выглядел вот так, здесь был путевой дневник, в котором, на самом деле, лежал документ, связанный с восьмым классом, где мы обсуждали с ребятами синтаксис, или я могу, например, закрыть это изменение и посмотреть нынешнее состояние, то есть я могу возвращаться к другим версиям, мы можем менять, мы можем все это вместе править, мы можем обсуждать, то есть вот здесь можно завести дискуссию, можно предлагать изменения, в общем, все, что нам нравится для того, чтобы действительно получилась совместная работа, причем у пинфлипа есть возможность как работать над коротким документом, так на самом деле есть возможность работать над каким-то серьезным произведением, например, писать вместе какую-нибудь научную работу, это, правда, там немножко другая опция при входе, вы обнаружите, зарегистрироваться вообще нет никаких проблем, то есть вы заходите, вводите свою электронную почту, вы вносите, вы придумываете себе никнейм и после этого вы в пространстве. Есть только одно ограничение, которое есть, собственно, на GitHub, например, вы в этом случае должны будете, если захотите, работать с этим инструментом, понимать, что этот документ на самом деле по ссылке будет доступен всем кому угодно, потому что если вы хотите сделать этот документ закрытым, работать только в своей группе, то к сожалению, это стоит 8 долларов в месяц, насколько я помню. В остальных случаях нет больше никаких ограничений, вы можете создавать большое количество проектов, вы можете работать с большими коллективами, какими угодно, вы можете, соответственно, коллег приглашать к работе над этим проектом разными способами, да, вы можете, вот, внести их email, отправить им приглашение, вы можете их пригласить по ссылке, вы можете, соответственно, скачивать получившиеся сейчас материалы. Мне кажется, очень удобно, очень практично, но я вижу здесь немножко другую проблему, о которой не могу сказать, не сказать. Значит, я думаю, что вы с этим тоже столкнулись. Да, с одной стороны, мы оказались в новом времени, в новой ситуации, мы осваиваем новые технологии, но у меня в какой-то момент вместе с детьми начинает возникать ощущение, что в какой-то момент придет, будет ощущение передозировки, что мы как-то вот слишком много разных технологий используем, поэтому нужно как-то вот, кажется, их сейчас аккуратно, что ли, подбирать, потому что действительно очень много разных досок. Вот сейчас Алексей Юрьевич показывал падли, да, мы с ребятами, например, работали в МИР, да, и там действительно есть ограничения, можно иметь не больше трех досок, поэтому мы, например, в одной доске можем, теперь решили делать много разных карт, вот давайте я вам покажу карты, которые делают дети в восьмом классе, как это выглядит. Вот, например, доска по русскому языку, посвященная разным членам предложений, да, то есть это делают ребята, это не я даже делаю доску, да, то есть у меня группы по два человека, они распределяются, дальше я предлагаю им пособия или учебники, в нашем случае в школе Летово на русском языке мы пользуемся учебником Рылкиченковой, но на самом деле вот лингвистические группы не используют ни один учебник, в то же время почти все учебники мы используем. Я, например, в данном случае предлагала им Летневскую брать за основу, потому что там синтексис неплохо прописан, его можно на грамоте РУФ в свободном доступе взять, и рассказывала, где им, соответственно, брать примеры, что на них брали из национального корпуса русского языка. Кстати говоря, национальный корпус русского языка это вообще такой инструмент, который мы регулярно используем. Я очень часто прошу ребят оттуда подобрать примеры, но вот, например, давайте даже покажу, как это может выглядеть у нас в модуле. например, ну, действительно, вот занятия моей группы на вчерашний день. Мы видим, что мы с ребятами берем и школьный синтексис, и не школьный, да, вот, например, за пределами школьного синтексиса, я прошу их подобрать примеры из синтаксического корпуса РИА. Да, то есть мы берем какое-нибудь слово «варить», не знаю, и смотрим, какие есть примеры, да, вот, здесь «Жила в блокаду». Мы смотрим сразу структуру этого предложения и вместе с ними обсуждаем, как это предложение устроено. Правда, нам действительно здесь приходится погружаться чуть глубже, наверное, чем в обычной школьной программе, потому что действительно здесь есть, вот видите, один комплект валентностей, да, или вот слово «предикат», оно многим незнакомо, и вопрос вводить ли его в стандартную школьную программу, но так как у нас лингвистический групп, мы себе такое можем позволить. С другой стороны, в Анкареяже много других опций, значит, вы же не обязаны использовать синтаксический корпус, вы вполне можете, то есть если у вас речь идет о подборе определения, то можно просто в корпусе в грамматических признаках задать, что вам хочется какое-нибудь симпатичное прилагательное, да, какое-нибудь вам, я даже не знаю, нравится прилагательное, ну, не знаю, прилагательное шустрое, вот, и, соответственно, выбрать из корпуса хороший пример, причем здесь можно делать примеры про все, что угодно, то есть вот я сейчас сдала грамматический поиск, вернее, морфологический поиск, а вполне могла бы сделать поиск по подбору, например, сложно подчиненных предложений, да, потому что есть опция добавить запятые перед определенными словами, например, вполне могу в поиске задать что-нибудь в духе, ну, вот так вот, например, что, хочу, чтобы была перед ним запятая, да, так, слово, у меня должно быть после запятой, ну, вот как-нибудь вот так вот, ага, вот, все-таки до запятой, соответственно, у меня должно быть не А кома, а Б кома, и детей, соответственно, я учу тоже с такими вещами работать и мы много с ними примеров, так, что-то пошло не так, а, я поняла, что пошло не так, я хочу прям сразу здесь, потому что дополнительный признак, вот, вот так вот, даже не вот так, вот так, сейчас, правда, не понимаю, что, а, все, я поняла, почему, потому что здесь у меня задано прилагательное, вот, какой-нибудь вот такой запрос, в общем, примеры дети совершенно точно могут сегодня подбирать в интернете, и так как у них сейчас появилось чуть больше свободы, чуть больше времени, спорное, конечно, сейчас утверждение, потому что есть коллеги, которые дают очень много заданий, но вот здесь, кажется, это проще, чем придумать самому, подобрать вот такой пример, который тебе нравится, да, что еще, то есть есть действительно огромное количество ресурсов, вот, например, совершенно такой разовый ресурс, который мы используем под названием колесо, да, колесо решения, когда можно покрутить спиннер, и, не знаю, то есть мы, с одной стороны, здесь вот вчера мы с ребятами делали упражнение, нужно было выбрать, выбиралась какая-нибудь фраза, где за то или то же было непонятно, слитно или разделено писать, да, вот спиннер крутится во время урока, и ребята решают, кому-нибудь одному, я в Zoom даю задачку, скажи, пожалуйста, как мы это напишем, да, и он говорит, ну, вот это словосочетание напишем вот так, а здесь вот я уверенно могу сказать, что все сдадим мы экзамены на пятерке. В общем, ресурсов в интернете какое-то немеренное количество, и мне кажется, что сейчас самое главное понять при всем их многообразии, какие ресурсы действительно стоит использовать как такие разовые опции, да, а какие хочется использовать достаточно часто для того, чтобы это было таким рабочим инструментом, потому что мы живем во время, во времена освоения навыков, да, то есть главное сегодня не знание, а навыки. Вот если мы понимаем, что делание карт, да, вот этих вот mind map, карт понятий, это полезно, это действительно полезно не только для русского языка, да, просто для жизни, потому что я знаю огромное количество бизнес-приложений где-то используется, то хорошо бы такой навык, соответственно, освоить. Значит, или, например, корпус, если мы работаем с русским языком, то это действительно такой очень ценный ресурс, или, соответственно, Canvas, да, как платформа, которая аккумулирует действительно очень много разных ресурсов, то есть там есть проверка на антиплагиат, например, да, то есть туда подгрузили Zoom, и это платформа, которая продолжает расти, если нужно, да, то есть туда можно еще мощности добавить, в том числе, вот, например, не знаю, вот типа вот этого Penflip, и туда тоже, на самом деле, кажется, можно дописать программы, то тогда это действительно хорошее решение. То есть вот мне кажется, есть такая сейчас глобальная проблема у всех, масса ресурсов, освоить все. Нам-то сложно детям, тем более, представляете, у них... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok